Брат-близнец дроида Биби-8 из Звездных войн, только сделанный руками детей. На Всероссийской научной конференции орбита молодежи еще и не такое увидишь. Например, спейс-модуль, человечный робот. По задумке своего создателя Руслана Хадыева, он станет отличным другом и помощником для космонавта. Робот распознает звуки, реагирует на изменение температуры на корабле и его положение в пространстве. Однако, конечная задача модуля – психологическая помощь космонавтам, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Задуматься об этом Руслана заставила однажды услышанная песня про космонавта, который остался без связи с Землей. Хочется сделать так, чтобы космонавты не боялись общения с роботом и первыми шагами стало сделать приближенность к человеку. То есть, в данном случае имитация испуга. Если мы хлопнем ладоши громко, он испугается, подвигает зрачком быстро. В таком случае человек будет знать, что роботы тоже умеют бояться и у него появится желание с ним общаться. Дать толчок для развития таким талантливым ребятам, как Руслан, и призвана эта конференция. Ее организаторы – Самарский университет, РКЦ «Прогресс» и госкорпорация «Роскосмос». Много занимает сейчас госкорпорация новыми молодежными проектами. Конечно, сегодня отрасль ожидает от молодежи новых прорывных проектов. И думаю, что конференция является прологом к этому. Не исключено, что в ближайшем будущем прорывных студенческих проектов действительно станет больше. Сегодня университет имени Королева и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве. Малые космические аппараты, наноспутники, которые мы здесь сделаем, они становятся одним из достижений вообще российской космонавтики. Поэтому молодежь очень активно занимается в этом направлении и поэтому выбран наш университет. Конференция «Орбита молодежи» – это финал всероссийского научного конкурса. В Самару съехались лучшие из лучших – студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты. Сегодня приехали 100 финалистов, и из них будут выбраны победители. И победители мы планируем, это у нас уже стал традиционным приз, помимо призов, ценных призов, они поедут на пилотирный пуск в сентябре месяце этого года, на Байконур. Участников конференции, кроме науки, ждут деловые игры, образовательные программы и экскурсии на РКЦ «Прогресс». Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.